Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Считаем толкование на откровение Анна Богослова. Читает Пащенко Владимир Александрович. Вот она, моя коша. Откровение 21 глава, 21 стих. А двенадцать ворот, двенадцать жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города, чистое золото, как прозрачное стекло. Толкование. Об этом писал уже пророк Исаия. И сделай ворота твои из жемчужины. Исаия, 54 глава, 12 стих. Если ворота примерно соразмерно с стеном, 72 метра, равняются 144 локтям, то можно себе представить, из каких громадных жемчужин высечены ворота. Как неописуема красота этих ворот. А значение двенадцати, смотрите толкование на стихи 12 и 13. Апостолы уподоблены жемчужинам, как получившие просвещение и блеск от единственной многоценной жемчужины, Христа. То, что ворота из жемчужин, означает, сколь велика цена входа в Царство Божие, выкуплены дорогою ценою. 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Крови Бога человека, Иисуса Христа. Капли крови из причисли ран распятого, как многоценные жемчужины, оросили многогрешную землю и омыли ее, переродили баню и пак и бытия в землю новую. Двенадцать жемчужин ворот и двенадцать драгоценных камней оснований являют собой двенадцать патриархов Ветхого Завета, сыновей Якова. Поэтому каждые врата были из одной жемчужины, ибо все колено усматривается в одном своем родоначальнике. Это и двенадцать апостолов Нового Завета, ранее уже виденных тайнозрителем в виде двадцати четырех старцев. Двадцать четыре драгоценных камня в Церковь Ветхого и Нового Заветов. Как врата держатся на основаниях, так спасение ветхозаветных праведников коренится на ходатая Нового Завета. Евреям, двенадцатая глава, двадцать четвертый стих. Благая весть двенадцати апостолов спасет и двенадцать колен Израилевых. Как кровеносные сосуды связывают все тело с источниками его жизни, сердцем, и по ним струится кровь, в которой есть душа, в скобках жизнь, всякого тела. Левитт, семнадцатая глава, четырнадцать стих. Так улицы города пронизывают и связывают его, являются его жизненными артериями. Улицами сообщается и связуется в один жизненный организм различной части города. Потому и в Небесном Граде улица одной природой с самим городом. О таинственном значении улицы мы увидим в стихах 22 главы Откровения 1-2 стихе. Она действительно будет той артерией, по которой от сердца города, от престола Божия будет истекать река воды жизни, напояя и животворя весь город. В этой воде жизни, струящейся по улице, вечная жизнь города. Улица города названа в единственном числе. Как трудно себе представить город кубической формы, так и трудно себе представить его с одной улицей. В этом, как и далее, в том, что одно дерево жизни будет по ту и по другую сторону реки. Откровение 22 глава 2 стих. Мы видим недоступность нашему разуму и представление города. Не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2 глава 9 стих. В реальности неба не могут вложиться в сознание земное, поэтому Бог и показывает Иоанну в образах непредставимых. Здесь должен смолкать земной разум и должен дать простор вере. Это постигается верой. Разум познает ему данное видимое. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Евреям 11 глава 1 стих. Разум познает непостигаемое. Вера постигает непостижимое. Разум познает законы. Вера таинство. В домостроительстве городов все ясно и постижимо. В домостроительстве благодати Божией. Эфесянам 3 глава 2 стих. Все таинственно и непостижимо. Церковь великая тайна. Рассудок не может ходить по ее улицам. Ибо тут все не так, как в мире земном. Здесь по этим улицам можно ходить только верой. Авраам верой обитал на земле обетованной. Евреям 11 глава 9 стих. И нам невозможно обитать там, в высшем мире. Иначе, пытающийся входить в город-церковь, рассудком непременно нарушит правила движения. Не постигнет непостижимое. Создаст хаос и ереси. Таков религиозный рационализм во всех своих формах. Рационализм протестанства, сектанства. Рационалист, вступающий в обетованную землю, в город религии, и постигающего только разумом, подобен дикарю, вступающему в современный цивилизованный город, и пытающий ходить по нему так, как бродят в диких местах. Приведем цитату из книги священника Павла Флоренского. Столб и утверждение истины. Но вера, то, что называется разумная, то есть с доказательствами от разума, вера по толстовской формуле. Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне, как необходимость разума. Такая вера есть заскоруслый, злой, жестокий и каменный нарост в сердце, который не допускает его к Богу. Крамова против Бога. Чудовищное порождение человеческого эгоизма, желающего и Бога починить себе. Много есть родов безбожия, но худший из них так именуемо разумная, или точнее рассудочная вера. Худший, ибо кроме непризнания объекта веры вещей невидимых, она к тому же являет в себе лицемерие, признавая Бога, чтобы отвергнуть самое существо его, невидимость, то есть сверхрассудочность. Что есть разумная вера? Спрашивает себя. Отвечая, разумная вера есть гнусность и смурат перед Богом. Церковь же говорит устами Тертулиана, верю, потому что абсурдно. Сверхразумно, поэтому верю, ибо не могу понять. Но так открыл Бог, посему верю. Господи, Господи Иисусе, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие. Ибо припрославлен Ты со безначальным Твоим Отцом и Пресвятым Духом во веки. Аминь. Молитва Святого Антиоха. Откровение 21 глава 22 стих. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец. Толкование. Иоанн, воспитанный в иудейском законе, долго живший в Иерусалиме, привыкший видеть сердцем, средоточием и красотой города, величественный храм, часто молившийся там, деяния 3 глава 1 стих, естественно пытался увидеть часто, естественно пытался увидеть и в Новом Иерусалиме его храм. Иерусалим был без храма, мог представляться апостолу лишь как тело без души, как дом без жильцов, но тщетно были бы все попытки увидеть в городе небо храм. Но помнит апостол сказанные некоторые слова спасителя Самарянки. «Поверь мне, что наступает время, когда не на сей горе и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 21-23 стих. «А вот еще и в древности сказано у пророка Иеремии, «В те дни, говорит Господь, не будут говорить более, ковчег завета Господне, он и на ум не придет, и не вспомнит о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа». Иеремия, 3 глава, 16-17 стих. Можно различать три периода в истории Храма Божия. Первый – Ветхозаветный. Был видимый, рукотворенный храм в Иерусалиме. Там обитал Бог с людьми и принимал их поклонение и жертвоприношение. Второй – Новозаветный. Рукотворный храм заменен на нерукотворный. Иерусалим и его храм – это теперь церковь, невидимое тело Христово. «Четно искать в Новозаветном Иерусалиме храм. Его там нет. Нет ковчега Завета. Он на ум уже не приходит христианам. В это время сам Иерусалим церковь называют престолом Господа». Иеремия, 3 глава, 17 стих. «Всюду, где невидимая церковь Божия, всюду, где есть верные, совершается поклонение Богу и ангцу, приносится бескровная жертва». Это значит, что настало время поклонения Богу в духе и истине, а храма уже не видно. Однако, это не отменяет потребности христиан воздвигать Богу и видимые храмы, место особого присутствия Божия, место совершения богослужений. Христиане уже, в отличие от иудеев, могут повсюду строить храмы, а не в одном, только определенном городе. и вообще везде совершать свои служения и священно действия. Третий период начинается после страшного суда и не имеет конца. Храма нет, ибо повсюду, в небесном городе Иерусалиме, место его особого пребывания, место собрания верующих для поклонения Творцу и Спасителю. Сам Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец. Хотя, в дальнейшем и в этом городе мы увидим престол его. Откровение 22 глава, 1 стих. Как место его преимущественного пребывания, так взор тайнозрителей останавливается после всех сокровищ города-неба на его царе, Боге и Вседержителе. Блаженно чистое сердце апостола, сподобившего зреть невидимого. Заклоны за Гохимира на земле агнец там сам является храмом. Отец и сын названы храмом. В стихе в 22 главе Откровения, в 1 стихе мы видим и третью ипостась Пресвятой Троицы, Святой Дух. Сама Троица есть храм неба. Прославленная тварь, входящая в сихрам, входит, погружается в недра трагической жизни Бога. Поклоняется в Боге, в Духе и истине Духу и истине. О неизреченное блаженство жизни не с Богом, не перед Богом, а в Боге. Откровение 21 глава 23-24 стих И город не имеет нужны ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народу будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Толкование. Невозможно невооруженным глазом, телесными очами смотреть на яркий свет, например, на солнце. Здесь же тайный зритель своими духовными очами взирает не на солнце, а на свет сотворившего солнца, на того, который не светил, но сам свет есть. Бог есть свет. 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Сей свет в мире был и говорил, Я свет миру». Иоанна, 8 глава, 12 стих. Священное Писание назвает Бога светом. Название сие по обыкновенному рассуждению выражает следующее свойство Божие, его чистоту. Но не выражает ли оно и существо Божие, не если Бог в самом деле свет и существо Его, не имеет ли чего похожего на свет? Ипокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Свет есть глубинная сущность Божия. Бог обитает в непреступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. 1 Тимофеев, 6 глава, 16 стих. «И окрест Бога страшное великолепие». Иов, 37 глава, 22 стих. Бог самосущий свет и обитает во свете своей славы, как солнце всегда пребывает в море своего света. Божественный свет нетварный, ибо излучается, а не творится, тем, кто есть свет сам в себе. Сотворив мир, Бог погрузил в бесконечный океан своего света. Тварный мир освещался и до конца пронизывался тончайшим нетварным светом божеского естества. Об этом так говорил сам Бог многостраданному Иову, когда я полагал основание земли при общем ликовании утренних звезд в скобках ангелов, когда все сыны Божии восклицали от радости. Иов, 38 глава, 4-7 стих. Разумные существа, посвящаемые божеским светом, употреблялись ликующим звездам. Не на это ли указывает именование Люцифера на падение сыном зари? Исайя, 14 глава, 12 стих. Тварь порождалась предвечной зарей и ее освещалась. Нуждались ли Божьи творения еще в вином свете? Думаем, что нет. Когда же упал с неба Деница сын зари, разбился о землю? Исайя, 14 глава, 12 стих. Когда ангел света, 2-й коринфянам, 11 глава, 14 стих. Стал уносящим свет, и имя устало Люцифер. И мир, потеряв Бога, погрузился в бесконечный абсолютный брак. Земля же была безвидна и пуста, тьма над бездною. Бытие 1 глава, 2 стих. Люцифер, уносящий свет, оставил тварь без света, и она погрузилась во тьму. Во тьму над бездною. Тьма не свет, тьма пустота. Там нет Бога, там бездна пустоты. Пустота бездна нескончаемая. Все являемое свет есть. Эфесянам 5 глава, 13 стих. Исчез свет, исчезла истинная реальность, исчезла являемая. Земля безвидна, без вида, ибо видимое являемое свет есть. И эту тварь без вида, пустую, погруженную в бездну тьмы, Бог не оставляет. Он желает возвратить ее в свои лона, вернуть свету. Дух Божий носился над водой. Бытие 1 глава, 2 стих. А сиять же эту тварь сразу своим светом Бог не мог. Тварь была бы не спасена, а просто сожжена. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи и само вычищит, и мехи пропадут. Луки 5 глава, 37 стих. И тогда Бог дает миру свет, но уже свет тварный. По представлению современных физиков квантовое электромагнитное поле, хотя и эти представления со временем могут совершенно измениться. Да будет свет, и стал свет. Вот начало воссоздания мира. Без света, хотя бы тварного, не может быть никакая жизнь. Глубинное значение тварного света для твари, его в некотором смысле даже онтологическое значение отображено в современной физической картине мира. Даже такие первичные понятия, как время, пространство, масса, относительны, теория относительности Эйнштейна. Но в основе основ современной физики лежит также сверхрассудочный, противоречащий здравому смыслу постулат инвариантности скорости света. Скорость света одна и та же в любой системе отсчета. При относительности материи, пространства и времени свет, как некий первокирпич мироздания, инвариантен, постоянен, самоотождественен сам себе. Как божественный свет созидает жизнь вечную, так тварный свет жизнь временную. На четвертый день творения сказал Бог, да будут светила на тверде небесной для освещения земли, бытие первого глава 14 стих. Тогда были созданы солнце, луна и звезды, но тварный свет мог производить только временную жизнь твари. Этот свет сам рождается и умирает, в нем утро перечеркивается вечером, день, ночью. Но вот наконец торжественный клич. Свет во тьме светит 1 Иоанна 1 глава 5 стих. Восстань светись Иерусалим, ибо пришел свет твой и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь и слава его явится над тобою. Исайя 60 глава 1 по 2 стих. Слово стало плотью. Иоанна 1 глава 14 стих. Луч нетварного света пробил бездну мрака и коснулся на земле. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия в мирове свет разума. Тропа Рождеству. Новая звезда на небосводе Востока. Матфея 2 глава 2 стих. Ознаменовало появление этого чудного света на земле. Попрежнему тьма покрывает землю, но над Новым Иерусалимом, над Церковью Христовой воссиял свет пресносущий. Нет нужды в солнце и луне, ибо слава Божия осветила его и светильник его Агнец. Не будет уже солнца служить тебе светом дневным и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом и Бог твой славой твоей. Не зайдет уже солнце твое и луна твоя не сокровится, ибо Господь будет для тебя вечным светом. Исайя 60 глава 19-20 стих. Этот нетварный свет вечности видели избранные ученики на фаворе. Об этом так пишет святитель Григорий Палама. Итак, свет преображения Господня не рождается и не исчезает, и не подлежит чувствительной способности. И хотя он был созерцаем телесными очами в течение краткого времени и на незначительном верху горы, но и тайники ученики Господа в то время перешли от плоти к Духу посредством изменения чувств, произведенного в них Духом. И таким образом увидели, чем и насколько облагодетельствована их сила Божественного Духа, этот неизлеченный свет. Итак, свет этот не есть свет чувственный и созерцавший его не просто видели его чувственными очами, но и измененными силой Божественного Духа. Они изменились и только таким образом увидели перемену, происшедшую при самом принятии нашей бренности, обожженной соединением со Словом Божиим. Ныне в церкви уже поки бытие, ныне в церкви светит нетварный свет Бога Иоаннца, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иван Гриотяна, 1 глава, 9 стих. Но в совершенстве все это будет в вечности. Сейчас свет в отме светит, и тьма не объяла его. Иван Гриотяна, 1 глава, 5 стих. Тогда померкнет всякая тьма, ночи там не будет. Стих 25. Тогда померкнет и тварный свет, как меркнет свет луны при восходящем солнце. Тогда не будет нужны ни в солнце, ни в луне для освещения. Ибо будет Бог все во всем. 1 Коринфянам, 15 глава, 28 стих. А Бог есть свет. Этот неизреченный свет будет пронизывать все, как сейчас физический свет пронизывает прозрачные предметы. Потому и сказано, что весь город подобен золоту, как чистое прозрачное стекло, пронизанное божественным светом. Все в будущем веке уподобляется прозрачному стеклу. Не будет ничего непрозрачного, неисполненного Божьим светом. Как получивший от этого света неописуемый блеск, все сравнивается с чистым золотом. О грядущем свете имел откровение древний пророк Захария. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет. Захария, 14 глава, 6-7 стих. В словах этого пророчества сокрыты глубокие истины. Определенно сказано, что не станет света тварного, так как не может не стать света нетварного. А поскольку не будет уже тварного света, то ясно, что светило удаляться, ибо нет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения. Это будет день, но он будет ни день, ни ночь. Дня и ночи в земном смысле там не будет, ибо не будет ни солнца, ни луны, ни других светил. Но будет день, ибо вечернее время мира, когда погаснет земной тварный свет, явится свет не вечерний и нетварный, предсолнечный свет царя неба и земли. Тогда слава Божия расторнет своим светом сгущающуюся тьму вселенского вечера. Тогда светильником будет божественный агнец. Когда заколался агнец на кресте, тьма окутала землю, сгустился мрак вечера. Но в вечернее время явится свет, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его. Малахия 4 глава 2 стих. Воссияет пресносущий свет Христа. Из древних времен еще святой Василий Великий в 375 году писал об этом гимне, где народ возглашает древнюю песнь о Святом Духе к святому Амфилохию епископу Иконийскому. Церковь каждодневно воспевает на вечернем богослужении. В свете тихий святая слава Бессмертного Отца Небесного, Святого Блаженного Иисусе Христе, пришедшего на запад солнца, видевшись свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа, Бога. Достоин Иисусе во все времена петь гласы преподобными Сыне Божий, жизнь дающий, потому мир Тебя славит. А в конце утренней по обычаю также служится вечером, священник возглашает в алтаре Слава Тебе, показавшему нам свет. Возжигаются свечи и светильники церковные, и хор ликоя поет великое славословие. Если Бог есть свет сам в себе, светильник, то освящением города является Слава Божия. Об этом многократно свидетельствует Писание. Слава Божия осветила Его. Откровение 21 глава 23 стих. Исайя 60 глава 1-2 стих. На горе Фаворе Моисей и Илья явились во славе. Луки 9 глава 31 стих. Спасенные от греха и вечной погибели народы будут ходить во свете его, города. Как спасение, так и хождение во свете народов предварительно бывают на земле. О совершенстве в вечности. О спасении уже на земле так говорит Господь. Слушащий Слово Мое и верующий в пославший Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иван Гриотьянов 5 глава 24 стих. То есть уже сейчас иметь жизнь и перешел в нее от смерти. А о хождении во свете еще на земле так говорил Господь. Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем. Иван Гриотьянов 11 глава 9-10 стих. Но спасение и свет даются сейчас только предварительные, еще не во всей полноте. возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. 1 Иоанна 3 глава 2 стих. Полное спасение от греха и совершенный свет обретаются в вечности. Жителями города являются спасенные народы. По вопросу о спасении есть разные понятия. Так некоторые, в особенности сектанты, всегда говорят, что они уверены в том, что спасены. От каждого требуется у них уверенность в своем личном спасении. Православных же сектанты укоряют в том, что они, мол, не уверены в своем личном спасении. И на вопрос, спасен ли ты, отвечают, да Бог знает, да Бог знает. В чем тут дело? Совершенно разное понимание спасения. Есть так называемая правовая или юридическая концепция спасения. По ней спасение понимается как избавление от наказания за грехи, как избавление от вечных мук и получение права на вечное блаженство. Спасение понимается как награда за веру, добрые дела, святость за счет искупительной жертвы Христовой. И юридически правовое понимание спасения в значительной мере свойственно протестантизму, сектантству и католичеству. Покаившийся сектант или исповедовавшийся католик получает, грубо говоря, как будто путевку на небо, обретает право на спасение. Сектант, живущий еще во многих прегрешениях, считает себя уже спасенным за счет жертвы Христовой. Такое понимает чуждо православию. Для православного спасения прежде всего не в избавлении от наказания, хотя и в нем тоже, но избавление от греховной природы. Спасение не награда за святость, а сама святость и есть. Свят значит спасен. Спасение это жизнь Бога, свобода от греха. А потому кто дерзнет сказать, что спасен, кто без греха, прежде смерти не называй никого блаженным, говорит премудрый Сирах. Сираха 11, глава 28. Сектанты Танта же не других только, но сами себя называют спасенными и блаженными. О православном понимании спасения так учат святые отцы Климент Александрийский. По моему мнению, мы должны прибегать к словам спасения не из страха наказания, не из обещания награды, но ради самого добра. Делающие так стоят на правой стороне святилища. Те же, которые думают, что они, давая тленная, получат в обмен принадлежащие бессмертию, названы в притче о двух братьях наемниками. В другом месте он же говорит, если бы мы могли представить, что кто-нибудь предложит истинному христианину, желает ли он выбрать познание Бога или вечную жизнь, и если бы эти две вещи, которые совершенно тождественны, были разделены, то он без малейшего колебания избрал бы познание Бога. признавая, что обладание верой, которая от любви восходит по знанию, желательно само по себе, независимо от того, приятно ли или неприятно, выгодно или нет для человека. Истинный христианин предпочел бы быть святым и страдать, чем вечно блаженствовать и грешить. святой и другая, как о чем-то имеющей наступить вечности. То и другое не должно противопоставляться и не должно брать вверх только что-то одно. Здесь мы имеем антиномию. Одновременно верно то и другое. Верно и то, что Христос совершил наше спасение, дает нам его, и мы его уже сейчас получаем. Омываются грехи, обретаем Духа Святого. Верно и то, что мы еще не спаслись, еще греховны и должны в страхе и трепете совершать свое спасение, которое учаем. Иоанн видит в Новом Иерусалиме спасенные народы, ибо надлежит проповедован быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах. Луки 24, глава 47, стих. Все народы земли причастны спасению и будут ходить во свете Нового Иерусалима, Святой Церкви. Об этом обновлении народов так писал апостол Павел, совлекшись в ветхого человека с делами его и облекшись в нового, которое обновляется в познание по образу создавшего, где нет ни елина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Колосиным 3, глава 9, по 11 стих. «Но и приняв христианство, будучи равны перед Богом, народы, однако, не теряют своей самобытности и своих особенностей. Так будет и вечности. Все одинаковы, как спасенные, как чадо Божие. Но это не значит, что произойдет некое обезличивание. Как личности, так и народы сохранят свою индивидуальность, свои особенности и самобытность». В Матфея 19, главе 28 стихе Господь говорит, что и в паке бытия будет 12 колен Израилев, то есть будут там и израильтяне, и все другие народы. Различие между народами не будет бесследно стертое. «Каждый народ будет там в своей красе. Каждый народ принесет в небесный Иерусалим свою особую славу и честь». Стих 26. «Славу и честь пророков и апостолов принесет израильский народ. Славу и честь богословов и философов принесут греки. Славу и честь миссионеров принесут латинские народы. Славу и честь аскетов и подвижников принесут населявшие Египет. Как многогранные кристалл засияет в божественном свете множество народов. Каждый народ играет в общем великом теле церкви свою особую роль отведенную ему промыслом Божиим. И это не только в этом веке но и в будущем. Народы Нового Иерусалима будут ходить во свете его. Нетварный свет Иерусалима Христос слава Божия. В его свете ходят спасенные уже в этом веке. Невечерний свет Христов просвещает верующих. Свет истины который просвещает всякого человека приходящего в мир. Иван Гриотяна 1 глава 9 стих. Мир Божий проникает в мир тварный. Небо просвещает землю. Чистое сердце зрит свет фаворский. О фаворском свете в 14 веке произошел весьма знаменательный спор. Калабрийский монах Варлаам и его приверженцы утверждали тварность фаворского света. Тем самым фактически отрицалась возможность ведения духовного света и создавалась неопределимая пропасть между тварью и творцом. Разрывалась связь мира Божия с миром человеческим. Спасаемые лишаются возможности ходить во свете неба. Это учение было криком плотяности человеческой. Это могли говорить люди чьи духовное окно ока слепо, взиравшее на все, даже предметы божественны плотскими глазами. Такое учение обрекает тварь греться только во свете чувственности солнца и оставаться слепым к свету несолнечному. Для таковых когда погаснут солнце, луна погаснет все, и они погрузятся в вечный мрак. Таковы современные материалистические учения. Таковы материалисты не способны видеть небо и его свет. Ужалкое присмыкание во тьме. Этому учению противостали православные исихасты, подвижники духовного срезерцания, сподоблявшиеся видению духовного нетварного света. Через равноангельское житье во плоти они прозревали духовно. Борьбу против проломитской ереси возглавил святитель Григорий Палома, архиепископ Фессалоникийский. Он отстоял православное учение о нетварности фаворского света и возможности ведения его людьми. На слова и просветилось лицо его, как солнце. Матфея 17, глава 2 стих. Он пишет так. Евангелист сказал это не в том смысле, что тот свет почитать подлежащий чувствам. Да, удалится от нас ослепление ума тех, которые не могут представить себе ничего выше подлежащего чувствам. А желаю показать, что Христос Бог для живущих и созерцающих духом есть то же, что солнце, для живущих по плоти и созерцающих чувствам, ибо другого света для ведения божества и не нужно тем, которые обогащены божественными дарованиями. Воссиял живон неисповедимый свет и таинственно явлен апостолом и начальщишем из пророков в то время, когда Господь молился. Этим показано, что родительницей этого блаженного ведения была молитва, что блистание происходило и являлось отсоединением ума с Богом и что оно подается всем тем, которые при постоянном упрождении, в подвигах добродетели и молитвы устремляют ум свой к Богу. Но даже и не достигая таких фаворских вершин, каждый верующий призван ходить во свете Божьем, чтобы в вечности сподобиться хождение в немеркнушем свете Нового Иерусалима. О чудный свет небесного города, Святой Церкви, просвети и нас, грешных и недостойных, сподоби нас, Божьих, ходить в Твоем свете. Под царями земными, которые принесут в небесный город славу и честь свою, можно буквально разуметь святых и благоверных царей. С другой стороны, здесь можно разуметь всех царствовавших над грехами и страстями и принесших в небесный город к ногам своего царя и Бога славу и честь добрых деяний. Откровение 21 глава 25-26 стих. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет и принесут в него славу и честь народов. Толкование об этом пророчествовал еще Исайя. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводить димы были цари их. Исайя 60-й глава 11 стих. Ночи там не будет, так как она останется в отме кромешной. В гиене вне царства покебития там будет всегда день, освещаемый божественным светильником Христом. Там будет немеркнущий тресолнечный свет Троицы, охватывающий и просвещающий все и всегда. А как днем нет нужды закрывать ворота, то и ворота небесного города не будут запираться. Этим означено, во-первых, безопасность жителей города, ибо ниоткуда ожидать нападения, ибо ниоткуда ожидать нападения. Враг окончательно и навсегда уничтожен. Ничто не омрачит и не потревожит радостную и блаженную жизнь спасенных. Во-вторых, этим означена связь города со всем внешним миром. Через открытые ворота в город принесут славу и честь народов новой земли. Новый Иерусалим будет сосредоточен всей вселенской жизни поки-бытия. Вся обновленная вселенная будет стекаться туда, к престолу Бога Иоаннца, к вечному городу царя неба и земли. Там небо соприкасается с землей и вечно оживотворяет все. В-третьих, этим означено, что в своем земном странствовании церковь с открытыми вратами встречает всех приходящих к ней. В любое время, всегда и всякого народа человек может прийти сюда, сложить свою земную честь и славу, смириться и нищим духом, войти в спасительный город церкви. Здесь душа всегда ждет тебя Христос, здесь ты можешь обитать с Богом. Войди и отвратившись земной славой и чести, сложив их еще у порога, облекись здесь славой и честью добрых деяний и духовности, чтобы принести их потом к ногам твоего небесного царя в его небесном городе. Откровение 21 глава 28 стих И не войдет в него ничто нечистое и никто предан мерзости и лжи, а только те, которые написаны у ангцев в книге жизни. Толкование Небесный город свят, чист, прекрасен и в нем светит солнце правды, а потому и не войдет в него ничто нечистое и никто предан мерзости и лжи. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? 2 Коринфянам 6 глава 14 стих. Здесь мы опять видим, что никакой даже самый малый грех, самая малая нечистота не дадут войти в небесный город, что большой кусок угля, что маленький камушек все черный и по белому мажется. Ни тому, ни другому, ни место на чем-то белом, так и в духовном. Если при любом грехе и нечистоте никто не войдет в этот город, то значит и нет малых простительных грехов, а есть просто грех, независимо от того, велик он или мал. Нечистота, мерзость и ложь уже коснулись и испачкали человека. Так что, через всегда открытые врата не все может пройти. Стремись же и ты, душа, чтобы не было имя твое сглаженное с книги жизни у ангца. Об этой книге жизни смотрите толкование стиха с 3 по 5 на откровение 3 главы 5 стих. Ибо только те войдут в город с желанием, чьи имена будут найдены в этой книге. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Луки 16 глава 26 стих. По причине этой великой пропасти и через всегда открытые врата не войдет никто, не омывший себя очистительной кровью ангца. Все. Слава Христу. Ну, как всегда в конце показываем, что у нас есть. Это неоценимые сокровища. Полное толкование Нового Завета трехтомник. Начиная с Матфея и кончая откровением. Каждый том 752 страницы. Вот он как выглядит. Это наше издание. Господь помог издать. И здесь же 230 иллюстраций Густава Даре нами раскрашены. Показать как это с закладками, как оно выглядит. Вот новый завес толкования. Кроме того, у нас что получается? Положить раз надо. у нас в интернете показано большое богатство. Это наш сайт во свете Библии. Библейский православный сайт. Это 4124 ответа на вопросы. Здесь 38 вернее 41 наши книги, где звук это 50 книг начитано аудио. А внизу написано православный форум Игнатия Влада. Если в него ткнуть, сразу же открывается форум. Вот у нас православный форум. Это 1440 разных тем. вот сейчас выставляется тема о благовестии в тринадцатом году. Ролики. Ролики фотографии уже выставили. Вот. И кроме того у нас есть mail.ru страница. Вот. Легко ее найти. Там две страницы. Одна я с голубем стою. Там это не надо ее трогать. А вот это. Я вчера посмотрел 1132 ролика. Наши ролики. Наши. И 6981 фотография. Ну это чего-то стоит. А сегодня с людьми встречаются здесь друзья. То черепаху какую-то поставят, то цветки, то храм, то надписи даже божественные. Но я же в паспорте у тебя не вижу этого. Это как паспорт. Но большинство людей вплоть до патриарха все ставят свою фотографию. А это видишь даже в одном предложении восемь ошибок пишет и начинает сразу уменьшить. Это уже наш паспорт. Что тут обижать это? Вот мы тут кое-что выставляем. Выставляем, начинает беседовать. Это фотография называется батюшка Прохати. Потеряв к отец Аким на своем мотоцикле его как назвать. Это ребятишки он катает. Вот они лезут. Тормознул пыль и люди говорят только на выставку. Необычное фото хоть на выставку. Видите? Там все необычное. Кто заходит. И кроме того у нас есть YouTube YouTube и на YouTube наши здесь ролики стоят около тысячи. Около тысячи. Вот он как выглядит православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Это вступительный я тут говорю. Сейчас выставляют беседа со священником Иоанном. Это город шахта Ростовской области. Как мы ехали. Остановки, встречи, беседы. Это все интересно. Где-то было, что мы не смогли снять, когда были в таких местах и не разрешаются на таможне. Там были беседы. 30 таможен. Большие были встречи, но съемок никаких нельзя. Аппаратура вся спрятана. Не только дорогой, когда переплываем около Керчи, пролив, где-то там можно было снять. Вот что у нас есть. К чему мы призываем. Если кто не знает как найти, очень просто. Вот он сайт Кристине Один народ друг. Или Игнатий Лапкин сайт. В Google зарядите, в Яндексе сразу найдете. Вот много здесь разговоров идет о тысячелетнем царстве, хилиазм называется. Истинное толкование одно, где ни одно место Библии не противоречит другому. Дело обстоит так. Вот Христос воскрес, это начало тысячелетнего царства. Здесь сатана скован. На Голгофе сатана скован и началось тысячелетнее царство. А вот здесь Христос пришел. Второй пункт это страшный суд. Одновременно тут восхищение церкви не за тысячу лет раньше, как суисловят еретики. И здесь всеобщее воскресение праведных и грешных. Это все у нас 30 томов открытым оком. Второй том 470 страница. А перед этим, перед пришествием Христа три с половиной года антихрист. Время скорби сатана освобожден. Вот такое простое расположение событий. Я не знаю, если кому дано, говорят, а почему вы не стараетесь как-то доказать. Ну, я дал данное местописание 72 места. Противящиеся переводят только 7 мест. Ну, что, разравнивают-то. Мест из Святой Библии, где говорится, что воскресение будет всеобщее в последний день, а тысячелетиям царствия ни Христос, ни апостол не проповедовали, это книга духовная. Ее надо понимать духовно. Тысяча это означает много. Я тебе тысячу раз говорил, вот мы даже говорим, падут под тебя тысячи или тысячу родов. Никаких тысяч родов быть не может, потому что род человеческий считает за 25 лет уже 25 тысяч, а всего-то 7500 лет от Адама прошло. Так что надо понимать, о чем идет речь. Ну, вот и все. приготовиться дальше. Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Бог. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Тебе, и святому дуку, и ныне, и пресно, и вовеки веку.